После просмотра пункта назначения многие стараются объезжать десятой дорогой лесовозы, либо как минимум соблюдать дистанцию. Что двигало девушкой сегодня утром на улице Комарова, неизвестно. Не уступив многотонной машине, 32-летняя водитель Тойоты одним махом устроила крупное ДТП и отправила двух пенсионерок в больницу. В Кабанском районе ребенок выпил кислоту санавиации. Его доставили в детскую клиническую больницу. Врачи борются за его жизнь. В настоящий момент ребенок находится под пристальным наблюдением врачей. Состояние тяжелое, но без отрицательной динамики. Проводится доследственная проверка. В Бурятии изъяли самую крупную партию героина за последние пять лет. После такого заголовка сразу представляешь голливудский боевик в стиле плохих парней. К услугам морга наши наркобороны прибегать не стали, а спрятали героин в банках с кофе. Любителям капучино грозит до 20 лет лишения свободы. По дому, у которого снесло крышу, объявят режим чрезвычайной ситуации. Это позволит фонду капремонта провести работы в приоритетном порядке. Напомним, дом офицерского состава пострадал от разгула стихии в выходные. По предварительной информации, повреждено более 600 квадратов. Управляющие компании дали задание укрыть дом от дождей и осмотреть соседний на предмет разрушения. Календарная весна еще не закончилась, а это значит, что не все эксгибиционисты отметились в Улан-Удэ. Очередного любителя оголяться заметили в поселке Стеклозавод. И вместо того, чтобы позвонить в полицию, свидетели написали в соцсети. Дяденька при встрече с детьми снимает шорты и демонстрирует свою мужественность. Ну или что там у него есть. Извращенца ищет полиция. Если и вы стали очевидцем происшествия, отправляйте нам свои мобильные репортажи в социальные сети. Каждую неделю автор самого залайканного поста получает денежное вознаграждение.